всем привет вы слышите лёшу халецкого и это будет вообще играть и это будет файфа сериал по endless space 2 ограничение по времени в игре 4 часа тут теперь можно ставить ограничение по времени на них можно сделать таким образом то что после как это сейчас называется в этой игре ну типа планы империи когда ты выбираешь если меня не вынесут можно на десятом ходу выбрать экологистов за них достаточно просто так как у них второе население экологисты и селиться на планетах типа лавы начинать с них потому что они производственная фракция и очень быстро если меня не вынесут раньше времени будет четыре серии по по часу так сразу у нас нанят герой сначала давайте разберемся куда мы отправим наших так сначала давайте сначала мы проверим нашу систему на предмет мы нет прощение на предмет аномалии и прочего что тут вкусного на планетах может быть нашли аномалию плохую аномалию который минус дает но за при этом ресурс на этой планете найден так хорошо и полетит у меня парень сюда пожалуй а колониальный корабль так где мы вообще находимся в центре давайте колониальный корабль сюда отправим теперь на планетах начну с еды производства ну как-то необычно с этого начинать хочется посадим сюда как-то быстро слушайте посадим сюда героя и не успел я исследовать сов усафонов две способности во первых на холодных планетах они плюс к науке имеют вот например я видите на холодной планете там плюс 3 по моему к науке так другие горячая средняя средняя не выбрал я науку изучать это это уже изучено у меня давайте давайте производство энгипериум откроется да давайте наверное производство потом откроем на возможность общаться нет потом еду так теперь у меня полетит туда но я сначала а нет пускай летит сколлапсированную звезду нашли какие-то бонусы тут будут а вот система могу колонизировать цифей ну в принципе неплохая планета между прочим еды куча есть ресурс почему нет кстати тут ждать то долго чем быстрее колонизируем тем лучше так 12 ходов колония будет делаться и начался квест мой так открыли производство дальше еда пошла следующая следующая стадия технологии экономика и торговля второго уровня и квест ну так у меня научная раса давайте на науку таки эксплорейшн флис на орбите двух систем в разных созвездиях эксплорейшн причем то есть мне надо еще одного я получу модуль free move так давайте-ка мы отправим отсюда вот когда эта система в моих границах будет она будет у меня будет плюс 50 культуры так ну видимо надо будет еще одного детектора построить тогда эти глянем поменяем только модули ему вместо двигателя еще один модуль поставим а это пока уберем то есть он дешевле стоил надо было тут конечно тоже проапгрейдить в такие штуки так у тебя давайте за меня выбирается так дрон нетворкс построил теперь так давайте это отключаем чтобы он не всплывал чтобы только тут появлялась эта нотификация но не всплывала так это бегает караванчик на мою колонию чтобы быстрее так и давайте сразу после еду давайте еду наверное да а потом науку так здесь нету никак ни одной планеты возможны для заселения чё как у кого с местным но у меня рядом созвездие которое плюс 50 культуры может давать в будущем но меня пока не понятно 5 можем по очкам посмотреть я пока 1 по очкам я видимо первый кто заселил так куда мы дальше полетим давайте сюда выбрал водян следовало уже не галактика созвездие штук шесть ни одной минорной фракции рядом я тоже пока еще ни одной не нашел меня там соседи так тут что тут уже пока ни одной доступны для колонизации но это дальше можно открывать техи улучшающие колонизацию кстати надо бы глянуть насколько крутые между планеты сюда отправим зонды видите вот этот тут зонт летит исследует но ничего там нету пока я могу ускорить конечно колонизацию за счет культуры денег или manpower но и так быстро в принципе у меня ни культуры ни денег пока нету в достаточном количестве так это у нас будет деньги и наука еще одного еще один детектор построим плюс 25 плюс 25 и плюс 3 от оригинального населения то есть 6 вы то есть тут 31 а вот этот даст всего лишь плюс 15 так что лучше вот это строить это пока уберем так возможность общаться с инопланетными существами так это военная плюс 25 процентов когда счастлив и айс колонизировать так какими тут вообще планеты но это вообще могу просто колонизировать кстати давайте займемся а а чё так долго она строится не минут на производство ну хотя бы так потом планету колонизировать четыре хода так мне нужно степи и пустыни что исследовать для степей и пустыни ну где то вот здесь по моему это это снежная вот степи и пустыни а пустыни где то тут по моему были саванны эти машин бактерия так у меня лет степи и пустыни как вчера у меня два ресурсов титан добывается странно так я заметил что если это на одной планете что заму хорошая планета для заселения видимо так степи и какую еще пустыню мне надо так уровень получил давайте мы ему на науку вот так у меня научные ребята так где у нас пустыня чтобы заселять а пустыня далеко вообще третий уровень технологии нет пока не будем тогда трогать так тут что за система вот могу колонизировать маленькая тундра холодная как раз для меня планетка потом можно будет эрит вот тут производство будет а по окончанию времени там пачкам да будет считаться насколько да вчера ж мастер пачкам так и победил я честно говоря прям это не осилил всю игру на середине меня вырубила смысле вырубила заснул да да практически пошел спать а есть кто-нибудь у кого на одной планете два ресурса стратегически на планете сразу два ресурса стратегии у меня вообще нету стратегических ресурсов на моей системе мне кажется вчера у меня по моему было то же самое да я изучил то есть если на одной планете два ресурса будет бываться тот который выше спастись так а из но вообще надо бы исследовать часть пусть у меня на холодных планетах бонус так что так теперь я могу и не рот ой нет народ и так 2 3 могу колонизировать проблему швы тут с производством везде слабовато еще один ресурс ну тот который у меня был уже найден а вот тут титан найден отлично так полетели в эту систему а этот у нас возвращается в родную и вот я выполню квест чтобы у меня два сколько там два хода надо чтобы в двух системах в разных созвездиях держать на орбите в двух системах двух разных созвездиях так на счету пока колонизируем планеты так знаете что давайте наверное тогда еще одна один инкубатор построим но это колониальный корабль так и в едиксе колонизируем так пока научники у меня лидирующая фракция это по последним политическим опросам давайте отправим два спутника сюда и сюда тут вот спутник летит ничего не находишь . истощение на планете не знаю я на английском играю может это как у крейдеров после этого лучше 6 как-то долгий инкубатор будет так что у меня с законами я не я не знаю просто что такое истощение сыграл только плюс 3 очка передвижения давайте возьмем и так 3 денег здрасте здрасте минус наука но плюс счастье давайте вот это возьмем это не сильно повлияет да зато будет плюс к деньгам все основана колония так либо игнорировать тогда минус 10 счастья в системах на 10 ходов но увеличится поддержка ученых либо минус 15 производства но поддержка нет тогда давайте вот счастьем этом полу опять же это не сильно будет влиять пока нету минус процентов никаких так давайте дроны здесь тут барон и арктик блин вообще производства нету слушайте что делать я красного встретил зону я тоже его встретил что больно часто он попадается красный так останемся на орбите пока этот зонт сюда отправим вопрос только где его встретил этого красного ну вот таки эксплорейшн флиц он на орбите вокруг двух систем в разных созвездиях так официальная поддержка фракции ученых голосование победили ведь не только у меня это немножко вяжка ходов и что у других тоже там голосование на орбите но и но и но и сетероидов, которые плюс 50 производства будут давать, если будут в наших границах. Слушайте, у меня тут Зософонов квест. Написано, держите ваш исследовательский флот на орбитах вокруг двух систем в разных созвездиях. Вроде держу, но ничего не происходит. Может, я как-то неправильно понял? Может, нам какое-то количество ходов надо держать? Ну, ходы не написаны. Даже если бы так, то они не уменьшаются. Ничего тут нету. В разных созвездиях... А, подождите. Может, созвездие имеется в виду то, что оранжевым пишется? Телец, цирцинус, октанус. Вот это имеется в виду созвездие, нет? Даже не знаю. Да, наверное, это. То есть мне надо лететь. А, кстати, да. Может, это и имеется в виду. Да, наверное, оно и есть. Только тогда не очень понятно, что из них созвездие... Ну, как это определить? В каком я созвездии? Так, на рынке там увели... Ну, у меня рынок не открыт, поэтому нет смысла смотреть. Так, еще черную дыру открыл. Ну, это мои летают спутники и находят это все. Планету Тор открыл. Ну, это все далеко от меня. Да. так тут колонизируем колонию мне вот эту нерат один тут хоть производство какое-то будет так тут на счастье не сильно до сказывается 46 процентов 47 процентов четыре слота давайте наверное деньги и науку а потом еду не знаю походу красный меня нашел каким-то в этом я нашел они я его вот границы синего так красный у нас но 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 еще играю с демоник сам мастером и так минорную фракцию нашли к не буду тро хотя может потратить поздороваться и улучшать с ней отношения постепенно 20 процентов галактики я исследовал вот тут доступная система для канала не канализации для колонизации еще одна ну грибы зато есть правда это да так а сколько могу общую систему колонизировать шесть ну да до до того момента как айс с ноу там баран еще и рыды глянем что-то я не успеваю походить все стороны спутники по отправлял так вот это квестовый какой-то флот интеркологический технологический центр могу так саванна и эрит вот эти по открываю техи пока так и увеличение населения отлично 128 как раз колонизирую построю корабль так еще один еще одну планету нашел еще одну минорную расу еще одно созвездие которые плюс в эти созвездия там плюс 50 денег 50 культуры плюс 50 производства ну что ты будешь делать и а а и и и и Мне нужно варп-двигатель открыть, чтобы в другое созвездие лететь. Продолжаем. Он встретил Демоникса, который играет за Наталью Водянову. Еще одна минорная фракция. Так, уберем всплывание. Колонизировал планету. Кубата. Ну, просто это одного жителя будет стоить. Так, тут еду. Арктик и Берон. Надо глянуть. Это наука будет. Ладно, так. Во-первых, варп-двигатель где? Тут он, по-моему, где-то был. Вот, варп-двигатель. Как раз я его исследую. То есть я смогу не по коридорам. Дальше. Барен. Планета. А вот здесь Арктик. В третьем. Это далековато. Ладно, давайте, наверное, вот эту открывать. Тут еще хорошее очень чудо есть. Будь первым, кто колонизирует 8 планет. Что мне за это дадут? 200. Какого-то ресурса 200, видимо. Супер-супер картошка там, по-моему. Если не изменяет память, это называется. Так. Могу ли я корабли улучшить? Могу. Давайте защиту все-таки поставим. А, это для нападения, кстати. Наоборот. 11.19 секунды. Вот эти поставлю. Вот общее событие для всех. Пять атмосферных кюриосити открыть. Кто больше их откроет, тот 150 денег, ну и так далее, получит. Так, минорная фракция очередная. Инкубатор построен. И я его, наверное... Ну вот это мне больше система нравится, чем та, потому что тут хотя бы производство есть. Поэтому сюда его отправляю. Видите, без сварп-двигателя я уже могу летать. Так, я хочу сюда прилететь, чтобы апнуть моего детектора. И этим тоже давайте вернемся. Так, барионик шилд открыли. У меня на двух планетах есть вино, но на одной дается эффект плюс 40 счастья, а на другой нет. Хотя вроде ничем не отличаются, по сути. Классно тебе. Только в эти же можно загонять. Проекты? Ну да. Не-не-не, если ты заселил планету, там сам ресурс еще дает. Ну да. Ну вот. Даже без проектов. То есть, условно говоря, там Титан дает плюс один производство, а оно дает плюс 40 счастья. Почему-то в одном месте действует, а в другом нет. Кстати, да, у меня такой же косяк с ресурсами. На планете есть два ресурса, но добывается только один. То есть, у меня вот эти супер картошки... Ну да, я и говорю. ...все нормально. ...дают... У тебя два ресурса с одного планета? ...покупка корабля и покупка конструкции в системе. Как-то прям очень странно, да. Могу специализацию научную делать на планетах. Так, давайте еще еды, наверное. Еды, а потом еще один инкубатор. Так, апгрейд. Сколько стоит? 142. И два гиперия. Нормальненько так. Антиматерию. Можно будет добавить, но когда технологию открою. Так, полетели сюда исследовать. О, какие прикольные насекомые у меня тут. Хорошемцы. Ну, плюс один... Одних... Как-то сказать. Одной из фракций населения плюс один. Добавилось. Так, 18 ходов. Долговато. И нечем ускорить. Пока. Видите, у меня тут фракции есть сафоны. И это пельгримы. А где ж у меня эти... А, вот. Хорошемс. Пацифисты. Плюс три еды на стерильных планетах. Ну, он не стерильный. А это дает... Ну, мои сафоны, они дают плюс три... Плюс одну науку сами по себе. И плюс три науки на холодных планетах. У меня вот, видите... Пока температ. Это планета. Ну, вот у меня есть Арктик и Барн. Они холодные. Так, тут еда, потом наука. Так, еда постройки. Откроилась. Ну, тут будет плюс десять науки. Давайте, наверное, супермаркет. Или инку... Давайте инкубатор. Инкубатор, а потом супермаркет. Вот это чудо. Ну, тут оно долго очень... Вообще, с производством очень хреново. Откровенно. Давайте, наверное, тогда... Это производство, а потом на счастье. Так, адаптивная бюрократия открыта. Давайте военные техи. Увеличена стоимость военных кораблей на рынке. Ну, я рынок не открыл. Так, сколько апгрейд тут стоит? 140. Так, следующим ходом можно будет апнуть. А что-то нечего исследовать. А что-то нечего исследовать. Нету никаких аномалий. Вот, блин. А здесь... Здесь одна аномалия есть. А здесь... И здесь одна. Так, давайте пару спутников отправим. Раз, два, три. Блин. И вернемся в эту систему. Так, закончилось. Минус 10, к счастью. Теперь у меня 81. Тут вообще... Хэппи. Здесь 60. Следующие 10 ходов стройте только научно-ориентированные здания. Окей. Мне за это дадут... О, Калча Джамсента плюс 50 науки. Ничего себе. Так, ну тут я сначала все-таки построю... Вот как у меня тут задумано. А потом вот будет Magnetic Field и Public Private Partnership. Так, а здесь пока отложим тогда научное здание. Опять как супер картошка эта, господи. Что ж ее так много-то у меня везде. Так, про апгрейдеры. И полетели вот сюда. Поддерживаем научников. А другая у меня фракция пацифистов. Я смотрю. Новых законов у меня тут не появилось. Блин, почему они сафоны появились, а? А, блин, надо было все следующие ходы. Ёлки-палки. Вот этот я зря провалил квест, конечно. Блин. Плюс 20 счастья во всех империях. Плюс 10% золота. Но при этом увеличивается поддержка пацифистов. Что мне не очень, конечно, нравится. У вас не лагает? Найдите три системы с флотом, чтобы найти Академию. А, сейчас вот эту систему надо будет исследовать. Так. По исследованиям пойдем... Нет, надо бы мне какое-то производство открыть. Вот, во-первых, титан. Добыча титана. Это мастер финансы. Теперь еще два калгераса в моей системе Нерод прибыли. Заселяют планеты вместо того, чтобы мои родные сафоны заселяли. Ну, 50 культур кидали. Такое с надо было туда отправить. Теперь в Дусей-1. А, и там может быть какая-то банда на меня напасть. Где-то Дусей-1, блин. Стоит. В Дусей-1. Здесь-1. Там-1. 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 Там-2. Там-1. а вот здесь если я исследую то на меня нападет флот пока нет не хочу значит улучшает отношения с минорной фракции так на цифе и сафон и все заселили еще науку возьмем нашему герою а больше героев будет появляться если мы откроем когда точнее мы откроем академию найдем производства минут нехватка производства поэтому в первую очередь производственное здание строю демоникс демоникс первые восемь планет заселил получилось я не специально хочу там садали 200 ионных кристаллов да кстати надо раз быстрее открывать третий уровень чтобы можно было так пустынные планеты второй уровень планетам чтобы давать так инкубатор построен сколько тут ходов то осталось 4 хода вот следующий я наверно ускорю с помощью денег следующую планету ну вот я могу дусей заселять на картошка могу фидикс заселять какое-то производство я тут только золото этих газовых гиганта как-то не очень но вирус вот на вирус интересный вы 3 так что сюда полетим специализация планет на золото у академия найдено что он вот и вторую партию подряд находишь да 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 так знаете что давайте отступим что ну ли чур и разведываю территорию что те надо да нет летай сейчас будет начинать появляться герои вот видите начинает очки увеличиваться и какой класс героев скорее всего появится вот сила академии увеличена на второй уровень так опять выбрать либо 30 в системе но при этом минус 15 культуры ну да я в науку играю что же сделать так надо какие-то плюс 3 мувмент а тут пока оставлю пираты эти летают она вернем кораблик в нашу систему смотрим шуту демоникса basic positron торпеда модуль прикольно разослал во все стороны модули так то еще есть что исследовать нет ну пока закрыта там вот система демоникса так тут пираты летают когда сюда полетим красному посмотрим что там у него так какую колонизируем но тут хотя бы и еда и производство есть и титаны гиперий так что так 250 что у меня мало денег стало прирост денег я имею ввиду малый я видимо здание построены которые много на содержание требует о новый бонус от популяции плюс 3 на холодный плюс одно то отлично еще науки все такое по-хорошему не договоримся да я чуть-чуть ты не против ну вообще-то против у меня прям чуть-чуть надо буквально пару ходов все три не будешь таким жадиной у меня тут судя по всему особо выбора нет да а потом через прихода ел ключ ну вот у меня на на золото будет здание второй ресурс тоже не добывается с одной планеты да и у меня та же фигня так надо как-то отключить вот эту анимацию звезд ноу-ноу а это у тебя демоникс что-то со счет из твоей системы но ты не хочешь с ним как-то ну как бы я конечно не очень одобряю а ты ему границы закрыл хотя бы ну у меня не было куда вкладывать влияние надо будет надо будет так это такие соседи под боком через переходы все равно улечу ему ради то еще и тратится и главное улетит к себе так вот этот закон мне кажется надо отменить а то и там где-нибудь население подберешь значит никто отменил или я не имею права его отменять ну три хода для самолетов по-моему это прикольная штука а он автоматически активируется сейчас последний ход и все system improvement cost так вот это примем все таки деньги нужны так пока все ой тут блин уже 350 стоит блин уже 350 стоит блин у меня вот единственный всего лишь компонент ладно но это плохо не так уж и много у меня будет бонусов давать но сейчас надо хоть до следующего уровня улучшить системы на этом пока все играйте в умные игры а продолжение завтра спасибо что досмотрели до конца я Алеша Халецкий тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во первых не забудьте поставить лайк а во вторых поделиться этим видео раз уж вы досмотрели до конца видимо оно вам понравилось я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры спасибо 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 спасибо